Экзамен на будущее. Главы муниципальных образований представили планы социально-экономического развития своих территорий, какими мы увидим поселение через несколько лет. Уборка на совесть. Школьники вышли на масштабную очистку береговых территорий. В регионе продолжается акция «Чистые берега». Будущее Заполярье в Якутске прошло заседание Президиума экспертного совета по Арктике и Антарктике среди участников председателя Кружного собрания депутатов. На телеканале Север Новости здравствуйте. О главных событиях Ненинского округа расскажут наши корреспонденты и я, Алина Волчейская. Развитие сельского хозяйства, малого бизнеса, содействие максимальной занятости населения, строительство жилья и решение других не менее важных проблем. Эти и другие направления вошли в проектные планы по социально-экономическому развитию муниципальных образований. Важные документы главы населенных пунктов презентовали на Высшем совете губернатору региона и экспертной комиссии. Напомню, с инициативой о разработке планов развития глава региона Игорь Кошин обратился к главам еще в начале года. Такой подход призван облегчить работу муниципалитетов и дать округу четкое понимание тех результатов, которые поселения хотят достигнуть. Свои проектные планы на Высшем совете презентовали главы Канинского, Коткинского, Южарского и Приморско-Куйского сельсоветов. По принципу «Дамы вперед!» первой свое видение развития муниципального образования представила Галина Варницына, глава Канинского сельсовета. Помимо анализа текущего состояния дел в плане конкретные предложения по улучшению качества жизни населения, строительство социальной инфраструктуры, жилья, развитие сельского хозяйства и малого бизнеса, поиски источников повышения доходной части бюджета и даже привлечения инвестиций. В новых экономических условиях, подчеркнула Галина Варницына, больше нельзя полностью зависеть от вышестоящих бюджетов. Необходимо изыскивать возможности изучать новые направления развития. В муниципальном образовании Канинский сельсовет есть потенциал для развития малого и среднего бизнеса. Это объясняется достаточно благоприятными климатическими условиями, если сравнивать с более северными поселками округа. Есть возможности для выращивания овощей, сбора дикоросов, развития животноводства. В то же время, как и в целом по округу, у нас есть все условия для занятия традиционными видами хозяйствования – оленеводством, рыболовством и охотой. Кроме того, в Канинском сельсовете есть огромный потенциал для развития эко- и этно-туризма. В период охоты 10 жителей были привлечены к работе в этой сфере. Всего же в сельсовете сегодня проживает 962 трудоспособных человека. На учете в центре занятости состоит 22. Ещё 113 не имеют официального места работы. Между тем, количество вакансий на селе всего три. У нас на сегодняшний момент, вот на вот это 135 человек, которые потенциально могут работать, существует всего три заявки. На поддержку бизнес-инициатив. Заявки поступили, соответственно, в комитет и в фонд. Это создание крестьянско-фермерского хозяйства товарищ Латышев, дальше парикмахерская и товарищ Артеев развития существующего кемпинга. Но вот эти три заявки по сравнению со 135 незанятыми гражданами, ну, точно совершенно мало. Поэтому мы готовы, уважаемым коллегам, помочь. Содействовать занятости населения, искать новые источники доходов и создавать новые рабочие места во внебюджетном секторе – одно из приоритетных направлений развития Канинского сельсовета. В целом, проектный план Галины Варницыной оценили на пять. По итогам анализа проектов всех муниципальных образований, экспертная комиссия, куда входят руководители профильных ведомств, определят самые перспективные и идейные. Они получат бюджетное финансирование, поэтому среди населенных пунктов округа сегодня развернулась в хорошем смысле борьба за привлечение средств на развитие различных проектов. Мы с этого года начали реализовывать грандовую поддержку и устроили определенный соревновательный процесс между поселениями. Мы посмотрим, как у нас механизмы заработают. Понятно, что гораздо проще всем получать, знаете, как по... от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но вот такого больше не будет. И точно так же посмотрим по налогам. То есть, кто больше созидает, то должен больше и получать. Мотивация к созиданию – очень важная составляющая успеха. Сегодня она есть у всех глав муниципальных образований округа. Осталось использовать это преимущество в свою пользу. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Стратегия развития Арктики в современных условиях. Председатель собрания депутатов Ненецкого округа Анатолий Мяндин сегодня принял участие в заседании Президиума экспертного совета по Арктике и Антарктике. Встреча прошла в Якутске под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Северные регионы обсудили концепцию проекта российского закона об особых условиях социально-экономического развития Арктической зоны. Этот закон должен стать основой для деятельности региональных и местных властей. Помимо прочего, участники заседания обсудили сложный комплекс вопросов, связанных со всесторонним развитием и освоением Арктической зоны страны. Напомню, экспертный совет при Совете Федерации был создан в прошлом году в целях совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере реализации госполитики и обеспечения национальных интересов страны в Арктике и Антарктике. На сегодняшний день в состав Совета вошли 55 экспертов, в том числе и представители из Ненецкого округа. Нашим рекам и озерам чистые берега. С таким девизом учащиеся городских школ вышли на берег реки в районе морского порта. Цель похода – очистить территорию от грязи и мусора. Напомню, в округе сейчас проходит ежегодная Всероссийская природоохранная акция. Активное участие в ней принимают предприятия, организации и местные жители. В общем, все, кому не безразлична, экология нашей хрупкой северной природы. Дима Галушин, учащийся кадетского класса школы номер 4, впервые принимает участие в акции по очистке берегов рек и озер. Но по опыту участия в субботниках на школьной территории точно знает – мусорить на улице нельзя, а тем более делать это на природе. Впрочем, сам юноша из числа тех, кто имеет четкую позицию – если каждый будет убирать за собой сам, то мусора и вовсе не будет. Ведь половина из того, что было собрано на причале в морском порту – осколки бутылок от спиртных напитков и окурки – делятся впечатлениями юный защитник природы. Надо поменьше все-таки разбрасывать мусор, чтобы беречь природу, поскольку ее и так не очень много. Она скромная у нас на севере, но красивая, ее надо беречь. Также хочется призвать к тому, чтобы поменьше курили, пили, потому что никаких ведер мусорных не стоит, и люди иногда бросают на землю все, что выпили, покурили, и это остается тут. Точно такую же позицию занимают и сверстники Дима Галушина. Кстати, в акции приняли участие ребята сборного отряда из 1, 2, 3, 4 и 5 школ. На призыв сделать берега чистыми школьники откликнулись с большим энтузиазмом. Я считаю эту акцию полезной для Наризмара, потому что берег грязный, тут ходят люди по вечерам, мусорят. Надо это все убирать, защищать. Люди должны не мусорить, они должны убирать за собой и вообще не кидать, куда попало мусор. Не кидать мусор под ноги – позиция правильная, с ней не поспоришь. Культура поведения наших сограждан оставляет желать лучшего. Но есть и другая сторона медали. Территория берега, куда причаливают пассажирские катерани, как не благоустроена и не оборудована мусорными контейнерами. Прошли мы, нет ни одного мусорного контейнера. Я считаю, что необходимо, потому что часто люди в ожидании судна вынуждены, возможно, перекусить. А вот где переждать и куда выбросить мусор на данный момент я, например, не вижу. За непродолжительное время участники акции собрали несколько мешков с мусором. Но на берегу осталась еще куча габаритного хлама, убрать который ребятам просто не под силу. На помощь им должны прийти работники чистого города. В целом, всероссийская акция «Нашим рекам и озерам чистые берега» удалась. Активное участие в ней приняли не только школьники, но и предприятия, организации города, поселка-искатели и населенных пунктов округа. Славная традиция по очистке причалов и берегов, улучшению экологической обстановки на водных объектов будет продолжена и в следующем году. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Платить станем больше, коммуналка подорожает. С 1 июля в регионе повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Цены подскочат вверх сразу на несколько процентов. Нездоровая доза или пьянство – бой. В стране займутся проблемой так называемых аптечных алкоголиков. Продавать пустырник или боярышник, возможно, станут по рецептам. Россиян ожидает ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги. С 1 июля для жителей региона станут дороже электроэнергия, газ, отопление, водоснабжение и централизованное водоотведение. Процент повышения у каждой услуги разный, но вот общая сумма в финансиях не должна превышать 13%. В прошлом году правительство перешло на долгосрочное регулирование роста совокупного платежа за коммунальные услуги. Для каждого региона установлен свой предельный индекс повышения. Например, в Архангельской области эта цифра равна 11,6%, а в Тюмени максимальный размер повышения уже 17%. В нашем регионе рост платы за коммунальные услуги не превысит 13,2% по отношению к декабрю прошлого года. И так, мне кажется, коммунальные очень достаточно дорогие. Я не знаю, придется экономить порядком 4 тысяч в месяц. Учитывая то, что я целыми днями на работе и домой прихожу только вечером. У меня, видите, квартира, в которой я живу, там индивидуальный котелок и разграничение в платежах. Поэтому у меня там до 3 тысяч коммунальный платеж. Поэтому, я не знаю, на 9% они существенно как бы все-таки будут. В среднем плата за услуги ЖКХ вырастет на 8,9%. Но у некоторых повышение будет менее заметно. За счет того, что на отдельные услуги также установлен свой процент повышения. Тарифы на отопление управляющей компанией «Наринмарстрой» вырастут на 5,3%. У предприятий объединенных котельных и тепловых сетей на 2,6%. Электроэнергия станет дороже более чем на 8,5%. Централизованное водоотведение на 18,6%. На водоснабжение тарифы в среднем по городским поселениям вырастут на 13,9%. А в сельских – на 12,6%. Розничные цены на газ для населения также увеличатся на 7,5%. Однако, если в совокупности увеличение будет более 13,2%, потребителю выставят счет, в котором повышение не превысит предельно допустимого индекса. Этот максимально возможный рост платы. И он может сложиться и ниже. Измене платы за коммунальные услуги рассчитывается ежемесячно при неизменном наборе и объеме услуг. Если все же суммы в платежках будут выше 13,2%, жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Также консультации по вопросам расчета можно получить в госинспекции строительного и жилищного надзора по телефону 2-19-33. Информацию по тарифам на коммунальные услуги можно узнать по телефонам горячей линии Управления по государственному регулированию цен и тарифов 2-12-24, 2-13-76 и 2-12-23. Кроме того, для тех жителей региона, чьи расходы на оплату коммунальных платежей превышают 15%, предусмотрена компенсация части затрат. Чтобы получить субсидию, необходимо обратиться в отделение социальной защиты населения. Более подробную информацию можно получить по телефону 4-13-67. Алена Валей, Вадим Стасюк, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Проблемы так называемых аптечных алкоголиков серьезно озадачились в правительстве страны. Спиртосодержащие препараты оказалось куда чаще используют не для лечебных целей. А добавки, которые содержат такие лекарства, в случае злоупотребления ими могут искалечить человека. Олег Котанзейский с подробностями. Субтитры делал DimaTorzok Высокоградусные пузырьки герои интернет-роликов закупают в аптеке, чтобы сэкономить. Для так называемых аптечных алкоголиков выбор напитков достаточно обширный. На прилавках есть боярышник, пустырник или валерьяна. Выпил и сразу похмелье прошло, а заодно и подлечился. Традиционный маршрут для тех, кто любит недорого, но крепко выпить из алкогольного магазина прямиком в аптеку. На прилавках можно найти рюмку спиртосодержащей настойки и купить ее без рецепта врача. Фармацевты уже давно привыкли к тому, что зачастую, чтобы поправить свое здоровье, настойки приобретают не совсем трезвые люди. И закупают они обычно оптом. Берут сразу по несколько флаконов. Одна похмельная доза стоит не больше 25 рублей. Такая проблема, к сожалению, существует не только в нашем городе, но и во всей России. Да, некоторые даже не стесняются. Они могут выпить боярышник прямо в коридоре или возле аптеки. Аптечная алкоголизация – серьезное, беспокоенное правительство России. Теперь Министерство здравоохранения прорабатывает программу, по которой установят ограничения на объем флаконов спиртосодержащих настоек и запретят аптекам продавать такие лекарства без рецепта. Основная цель – исключить потребление спиртосодержащих лекарств в немедицинских целях. При этом вопрос о полном запрете продажи спиртосодержащих лекарственных препаратов в аптечной сети не ведется. Такую инициативу поддерживают и наркологи, которым приходится бороться с последствиями употребления аптечного алкоголя. Медицинские настойки в первую очередь предназначены для употребления в объемах капля на стакан, капля-20 на стакан. А когда их употребляют пузырьками по 100 мл, соответственно негативный вред как спирта 90-80% так и плюс лекарственного вещества, которое там добавлено. Однако, по словам экспертов, высокоградусные настойки опасны для тех, кто занимается самолечением, то есть принимает в качестве лекарства, но в неправильной дозировке. Не исключено, что появится и сердцебиение, и приступы тахикардии, да, может быть головокружение. В общем, может быть все что угодно, но все зависит все-таки от организма. Вот только сами потребители ходить по врачам за рецептами пока не готовы. Люди воспринимают новые правила как очередное неудобство. Да, 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 это же талон достать и все просто. Пустырник пьют люди не только алкоголики, и обычные люди пьют при каких-то стрессовых ситуациях, поэтому я считаю, что нет. А фармацевты предлагают свое альтернативное решение, чтобы и обычным покупателям угодить и любителей спиртного не обидеть. Каждой бабушке за настоечкой, за идти за рецептом сложновато. Тогда начнутся выписывать по рецепту большие количества настоек. Опять же, контроля никакого не будет. Может быть стоит здесь нам, аптечным сотрудникам, проявить инициативу и противодействовать вот этому. Бороться с алкоголем в аптеках некоторые регионы начали еще несколько лет назад. Так в Ульяновске запретили отпускать настойки без рецепта. Да, в Кировской области не продают боярышник во флаконах не более 25 мл. Как говорят местные власти, такие меры дали положительный результат. Поможет ли введение санкции на спиртосодержащие препараты, пока неизвестно. Но в том, что решить проблему с фармацетическим алкоголизмом необходимо, не сомневается никто, кроме самих любителей спиртного лекарства. Олег Котанзейский, Роман Делимарский, Сергей Гачугов, Телеканал Север. И вот о чем расскажем через несколько секунд. Закаленные севером. Наш телеканал расскажет о том, с чего и кого начиналась большая нефть в нашем регионе. Мы продолжаем цикл программ «Закаленные севером», где ветераны геологоразведки вспоминают, с чего начиналась большая нефть в нашем Ненинском округе. Как в условиях Крайнего Севера закалялись характеры и строились судьбы многих тысяч первопроходцев арктических недр. Буровиков, строителей, механизаторов, руководителей экспедиции. Как с нуля возникали новые поселки и возносились ввысь все новые и новые буровые вышки. Я когда приехал к геологам, посмотрел, как выстраиваются геологии, у меня опера взяла. Первое, что я сделал, я запретил одноэтажное строительство. Это с его подачи, героя новой программы «Закаленные севером» Геннадия Якимова, заместителя генерального директора Архангельского территориального геологического управления АТГУ, в поселке Искателей началось интенсивное строительство двухэтажных домов, деревянных и каменных. Возводились новые объекты хозяйственного и социального назначения. По роду службы Геннадий Васильевич курировал и возведение буровых, и строительство нового варандея. Чего начинался варандея? В августе месяце разгрузили судно, впереди зима, бочки наполняли гравием, которым море мыло, заливали молоком цементным, и на них вдоль берега строили вот эти дома. Именно в середине 70-х годов прошлого века освоение северных территорий на нефтегаз получило второе дыхание. Активно стали расти экспедиции, а следовательно, через испытания холодом и неустроенностью прошли многие тысячи людей, специалисты и рабочие из разных уголков Советского Союза. Как раз о них первопроходцах северных недр и продолжает рассказывать программа «Закаленные севером», где всю правду о тех непростых временах и свершениях вы узнаете непосредственно от участников событий. Смотрите скоро новые выпуски программы «Закаленные севером». Илья Сахаров, Андрей Чуклин, Михаил Лапшин, Телеканал «Север». Сохранение культуры в руках молодого поколения. 1 июля в селе Ижма Республики Коми стартует межрегиональный форум «Молодежь. Ее проблемы и пути решения». Активисты соберутся вместе для решения актуальных проблем. Это сохранение национальной культуры, занятость выпускников учебных заведений, улучшение демографических показателей. Организатор форума «Общественное движение Коми Ижимцев» «Изватас». Ненецкий округ представляет три члена регионального отделения этой организации. На форуме будут представители этой организации «Изватас» с Хантамасийска, с Ямала, с Мурманской области, с Ненецкого округа. Вот мы будем. И, естественно, с Республики Коми. Целью данного форума является создание молодежного крыла «Тома Изватас». Работа форума будет организована в виде заседаний, где каждый участник сможет высказать свою точку зрения. Итогом четырехдневной встречи станет резолюция. Последнюю субботу июня в России отмечают Олимпийский день. Праздник спорта, физкультуры и духа победы пройдет в 83 регионах страны. В больших городах устроят забеги, массовые зарядки, а на стадионах, в товарищеских матчах встретятся футбольные команды. Наринмар тоже в числе участников. Одним из первых в Всероссийский день Олимпиады отметил комплексный центр социального обслуживания. Там прошел зоологический забег. Изобразить черепаху, пройти дистанцию ходом пингвина. Комплексный центр социального обслуживания встречает Олимпийский день зоологическим забегом. Так педагоги знакомятся с летней сменой. С 25 июня по 20 июля в учреждении работает последняя в этом сезоне группа оздоровления. Галина Гагарина пришла подлечить позвоночник. Уже успела пройти массажные процедуры и познакомилась с контрастным душем. Там брызжет водичка холодная, горячая. Вообще такой комфорт. Ну вообще здорово. Я не знала, что так хорошо бывает. Я смотрю программу очень насыщенная. Вчера нам читали, столько тут будет мероприятий. И вообще замечательно. Я думаю, что это будет прекрасно. Слава Муратов тоже остался в восторге от праздника. Ведь одними процедурами здоров не будешь. Врачи говорят, у здоровья три составляющих. Физическая нагрузка, мозговая деятельность и положительные эмоции. Славе они достались от зажигательной лесгинки в конкурсе танцев. Понравилось там, где мы танцевали. Ты любишь танцевать? Угу. Ну только я плохо умею танцевать. Где ты обычно танцуешь? Танцую на репетициях, в садике танцую, в школе танцую. Соревнования ко дню Всероссийского дня Олимпиады закончились совсем не по-олимпийски. Победила дружба. Новых гостей центра это нисколько не расстроило. Соревновательного духа хватит ещё не на один праздник. Валентина Чебич и Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».